Всем привет! Продолжаем компанию ЖКХ Антитеррор. Недавно мы отправили 28 документов в разные станции, в том числе в ОМВД. И получили из ОМВД вот такое уведомление, где сообщается, что Ваше обращение, поступившее тогда-то, рассмотрено. Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно зарегистрировано в Книге учета совершенных преступлений 27 января, номер 446. В принципе, такое уведомление Вы должны получать на каждое Ваше сообщение об административном правонарушении, либо о признаках наличия уголовного преступления в действиях тех или иных лиц. На него никак реагировать не надо, просто иметь в виду, записать себе вот этот номер где-нибудь, он потом пригодится при обжаловании, ну вместе с датой, конечно. Еще получили вот такую отписку от Русина, сразу на следующий день после того, как отправили наши затребы. Вот в управляющую компанию мы направляли 12 затребов, а ответ получили только на 8. Ни один документ не приложен, идут ссылки на то, что все размещено в интернете, это не мы, это не наша задача, это занимаются другие. В итоге приложили только один документ. Для информации, вы можете запросить информацию, сколько денег у вас находится на общедомовом счете. Что это за счет? Это управляющая компания заключает договора, допустим, с какими-то провайдерами, с гостиницами, с индивидуальными предпринимателями на аренду каких-то там, не знаю, подсобных помещений, и получает от этого доход. Все эти деньги идут на общедомовый счет. И эти деньги можно использовать путем общего собрания, принятия решения. Вот тут написано, на установку двери пошло и на установку окна. Причем двери установили в одном подъезде, а окна поменяли в третьем-седьмом, всего 16 штук. То есть, вот такую информацию вы, как собственник, можете получать, в принципе, агитировать своих соседей на то, чтобы потратить данные средства на определенные цели. В общем, директор ответил на 8 наших затребов сразу одной отпиской, и, соответственно, по 7 из них не предоставил ни один документ. Соответственно, подготовили третий пакет документов и идут в прокуратуру с требованием возбудить административное дело по статье 5.39 КАПРФ, с требованием привлечь директора управляющей компании к административной ответственности по статье 5.39. Не предоставление информации. Документы все подготовлены, делается все так же. Меняйте свои данные персональные. Очень внимательно советую читать. В этот раз я решил не разделять. Протестируем адресатов на три части. Будем отправлять один и тот же документ во все три инстанции в одном и том же виде. Не стал я их разделять на этот раз. Протестируем. Заполняйте, ничего подписывать не надо. Сохраняйте. Конвертируйте в PDF. Присоединяйте ваше приложение. И в итоге общий файл получается на 7 страниц. То есть ваше новое заявление. Это ваше обращение требования старое. И ответ директора. Учет корреспонденции я доработал. Таблица у нас растет. Сроки выставлены. Кстати, съездили в ГЖИ. Продублировали живую, распечатали в двух экземплярах. Вот эти три обращения. И в этот раз зарегистрировали все в точности, в соответствии с нашими требованиями. То есть имя, отчество, фамилию полностью расписали. Дата, время, количество листов, входящий, должность сотрудника полностью. То есть проблемы в ГЖИ с регистрацией исчезли. Как в принципе и должно быть. Здесь вот наши старые затребы, которые мы отправляли 23 числа. Как только пришла отписка, я их сразу пометил зеленым. После обжалования, допустим, под номером 15 затреб был об административной практике. Я его обжаловал 29 обращением. Вот оно, 29. То есть таким образом в этой колонке ведется учет, что и когда было обжаловано. То есть то, что здесь помечено зеленым, в принципе ничего с этим делать не надо. А вот где пробел стоит, за этим нужно следить. Здесь у нас уже сроки просрочены, но ответ нам был предоставлен 24, то есть на следующий день. Уложился Русин. Сроки, отведенные законодательством. Законодательством предусмотрено всего два дня на ответ. И, соответственно, вот сейчас мы подготовили 7 обращений с требованием возбудить административные дела по статье 5.39. Как это все отправлять, я рассказывал ранее в предыдущих видео, поэтому смотрите. Вот эти все документы я приложу в качестве нового архива. Будет он называться ЖКХ антитеррор, часть 5.3. В самом начале добавил фото, старые фото мусоропроводов и чердаков и подвалов, которые вам нужно подготовить заранее. Поэтому обозначил это все как нулевую стадию. Сначала фотографировать, а потом заниматься документами. Ну и, соответственно, новые фотографии. Что и как фотографировать, написал здесь в текстовом файле инструкцию. Чтобы отправить второй пакет документов, у нас ушло примерно два дня. То есть два человека дня. При этом мы каждый день тратили где-то 4-5 часов. Ну, то есть в общей сложности 10 человек часов потратили. Третий пакет документов мы потратили где-то часа два. У вас это займет намного меньше времени, потому что все документы уже подготовлены. На этом все. Следите за новостями. Скоро будет продолжение. Всем благодарю. У нас шоу здесь или что? У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры, сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы ко мне рукоприкладство примените? Если я применю к вам рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел под этим заменем. Присядьте. Сырность, присядьте. Присядьте, сейчас вам вдруг заявление. Вам надо, вы присядьте. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю в последний раз. Основания. Основания такие, что я запрещаю с ее умомой. Вот у нас трещина. Алексей Александрович, здравствуйте. Телефон не желаете почему-нибудь? Нет, конечно, я его не разбивал. То есть на видео это все подделка, да? Видеомонтаж. Сам телефон подделка. Может, в Следственный комитет жалоба. А? В Следственный комитет жалоба. Конечно, дал. Проблемы не было, да? Вот эта трещина не вами сделана. Понятно. Алексей Александрович, а вы не хотите сделать официальное заявление, чтобы вы никакой телефон не разбивали? Нет? То есть вы никакой телефон не разбивали? Мы же поменяли все сетения, которые сейчас в полной найти в зону желтый, который цвета будет запрещен. Благодарствую. Руки я не распускал. Основание, покиньте кабинет, пожалуйста. Основание. Здесь рабочее место, вы мешаете работать. Мы пришли подать заявление. До свидания. Руки я не распускал. Вот мы трудим. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Не толкайте. До свидания. Не толкайте. До свидания, я говорю. Руки я не распускал. Я судьбер. Не мешайте работать, говорю вам. Что непонятно я сказал? Алексей Александрович. Я руки вот, видите? Руки я не распускал. Какой нежный человек. Не волнуйся. Мешайте, пожалуйста. Руки я не распускал. Вот если я применю физическую силу, вам будет... А зачем вы... Вы будете иметь проблемы. Понятно? А что, здесь секретный объект? Серьезные такие. Серьезные такие. Я вас секретный объект. Да, пожалуйста. Кто там скорую вызовет? Серьезные объекты. Я сейчас еще и вышвырну вас. Я вас не задерживаю. Я сейчас даже ускорю вас. Понимаете? Нет, я вас ускорю сейчас. Ваши слова, и вам на третье. Что? Ваши слова, и вам на третье. Руки я не распускал. Руки я не распускал. Руки я не распускал.